Взять под контроль социальные сети предложил генеральный прокурор Юрий Чайко. На днях он рассказал об этом на заседании Координационного сайта прокуроров стран СНГ в Минске. Чайко сказал, что таким образом можно избежать повторения погромов, к примеру, таких, которые произошли в Лондоне. На встрече, кстати, присутствовали коллеги генпрокурора, например, из Туркмении. Там сильно затруднен доступ к интернету. И из Казахстана. Там с августа по решению суда заблокировали живой журнал за экстремизм. На мой взгляд, вопрос очевиден, что контроль за этой деятельностью должен быть. И я думаю, что это будет разумно и в рамках, прежде всего, защиты интересов граждан, свобод граждан и, скажем так, недопущения роста преступности. Кстати, каким образом нужно осуществлять контроль, генпрокурор так и не расшифровал. И многие сомневаются, что это технически возможно. С нашими гостями мы обсудили предложение генерального прокурора. И вот фрагмент разговора, который был в эфире на восточные регионы страны. Вы говорите о контроле в социальных сетях. Мы сегодня пригласили Анну Левченко, блогера, юриста и Дениса Терехова, управляющего партнера агентства социальной сети. И первый вопрос у меня Денису. Денис, нас хотят контролировать. Я говорю нас, потому что у вас, у вашего оппонента и у меня есть аккаунты в социальных сетях. Что вы об этом думаете? Ну, мне кажется, это невозможно, потому что, как вы думаете, сколько в день возникает разных записей в блогах? По некоторым данным, порядка 10-15 миллионов записей. Я не представляю себе, как все это можно прочитать, проанализировать и кого-то там поймать. Знаете, это сопоставимо, например, с прослушиванием абсолютно всей, например, мобильной связи в онлайне. Мне кажется, это невозможно. Или с прочитыванием всей почты. Мне кажется, что это просто красивые слова и политические заявления. Ну, вот я думаю, что Анна как раз видит какие-то плюсы в контроле. Какие, Анна? Здравствуйте, Юлия. Дело в том, что в социальных сетях на данный момент активно развивается преступность. Точно так же, как и развивается она и в реальном мире. Нельзя забывать о том, что с ростом интернета способность коммуникации людей, которые состоят в преступных сообществах, она возрастает в разы. И нельзя забывать, что правоохранительные органы на данный момент у нас находятся в 20 веке, а мы все с вами живем в 21. В социальных сетях на данный момент мы выявляем десятками в день педофилов, торговцев детской порнографии. Попадаются также экстремистские материалы. И можно даже спокойно купить оружие. Эти вещи допускать нельзя. Хорошо, Анна, но вот у меня вопрос. Бороться с педофилами дело, безусловно, очень важное. А как вы это осуществляете? Вот как технически? Вы просчитываете миллионы блогов? Нет, на самом деле, знаете, если заниматься конкретной сферой деятельности, если говорить конкретно о преступности против детей, тут все очень просто. Педофилы используют свои слова, свой сленг. По этому сленгу мы ищем аккаунты этих товарищей, если можно их так назвать. Таким же образом, найдя один аккаунт с детской порнографией, в друзьях у этого аккаунта может быть до 400 таких же. И просто в технической обработке информации заключается уже остальная работа. Все потом собирается в единое целое и передается правоохранительные органы, которые должны этим заниматься. Дело в том, что сейчас правоохранительные органы не занимаются выявлением и предупреждением преступности в интернете против детей. Это я знаю точно. Вот смотрите, Денис, Анна говорит про поиск по ключевым словам. Вы считаете, это реально? Это реальная соговорка. Действительно, Анна совершенно верно заметила, что если заниматься своим делом, и вот, например, только, к примеру, вопросами, связанными с безопасностью детей, наверное, это можно делать. Но когда мы слышим заявление правоохранительных органов о том, что они собираются контролировать весь интернет, то, понимаете, действительно, для того, чтобы понять, где тут террорист, где тут педофил, где тут маньяк, а где, может быть, какая-то банда собирается, там, рейдерский, заходить в какое-то предприятие, тут, в общем, ключевых слов будет так много, что действительно придется читать все. И мне кажется, что действительно, прежде чем вот такие заявления делать, надо просто проанализировать, есть ли техническая возможность. Потому что на сегодняшний день автоматические системы мониторинга блогов и социальных сетей только в 20% случаев могут эффективно распознать, например, сарказм или юмор, да, то есть машина не может понять, человек шутит, человек пишет просто литературное произведение, или он, правда, собирается делать что-то противоправное. Хорошо, Денис, мы вот сейчас все время обращаем внимание на техническую сторону, она, конечно, очень важная. И, наверное, я бы не хотела ставить под сомнение техническую грамотность людей, которые предлагают контроль, уж тем более прокуроров, но, тем не менее, мне бы еще хотелось спросить про моральную сторону вопроса. Вот как вы относитесь к контролю? Вы знаете, вот еще раз, мне кажется, что интернет, он точно такой же, какое общество. Да, интернет нам не прислали марсиане откуда-то, неизвестно. Это просто зеркало общества, и поэтому мне кажется, что все те проблемы, все те беды, вся эта нецензурщина и детская порнография, которая есть в интернете, она там, может быть, чуть более концентрированном виде, но ровно в том объеме, в котором это есть в обществе. И поэтому, когда мы говорим о контроле над интернетом, мы, в общем, говорим о контроле за обществом. Потому что на сегодняшний день каждый второй житель нашей страны в возрасте старше 12 лет – это пользователь интернета. И почти 96% пользователей российского интернета – это пользователи социальных медиа. То есть, фактически, мы говорим о контроле над обществом. Мне это кажется странно. Аня, а что вы думаете по этому поводу? Ну, на самом деле, мне странно слышать такие заявления Дениса, поскольку у нас же есть, допустим, правоохранительные органы, которые контролируют общество и сажают преступников в реальном мире. Интернет в этом плане ничем не отличается. Мы не можем упускать такую возможность, да, потому что в противном случае у нас просто вся преступность уйдет в интернет, и мы ничего не сможем с этим сделать. Это, на самом деле, страшно, когда, допустим, в той же прокуратуре города Москвы нам заявляют, что, дорогие друзья, мы не будем рассматривать ваше заявление по детской порнографии, мы даже не принимаем заявление по хищениям с интернет-кошельков, что тоже сейчас очень распространено, просто потому что у нас нет специалистов. Но это же вообще не мыслимо. Я прошу прощения, вы знаете, это очень тонкая грань. Многие девушки размещают на своих страницах, не знаю, в одноклассниках свои фотографии в купальниках. Это вовсе не означает, что они занимаются проституцией. Есть четкое определение детской порнографии. Я, еще раз, я не специалист, к сожалению или к счастью, в этой области. Я доверяю вам. Мне просто кажется, что очень часто благими намерениями вымачивается дорога, мы сами знаем куда. И поэтому, когда мы говорим о тотальном контроле, я бы говорил, в первую очередь, о гражданском контроле. Если будет больше таких активистов, как вы, наверное, толку от этого будет больше, чем миллион милиционеров начнут внимательно читать интернет и что-то там выискивать. Да, вот как раз я с вами тут соглашусь. Как только возникла эта тема с генпрокурором Чайкой, сразу стали говорить о гражданском и общественном контроле. Возможен ли он? Как его осуществлять? Возможен. Гражданский контроль возможен в консолидации с социальными сетями, с администрацией и руководством социальных сетей, в консолидации с правоохранительными органами. Только вот такое вот социальное партнерство может привести нас к успеху. Ни в коем случае нельзя передавать эти полномочия по контролю исключительно правоохранительным органам, Поскольку они... Ну, у нас просто столько милиционеров нету. Ну, на самом деле, дело не хитрое, милиционеров набрать, мне кажется. Но вот есть, смотрите, пример того, как социальные сети стали работать с правообладателями. И сейчас довольно оперативно, сколько я понимаю, по заявлению правообладателей удаляется нелегальный контент. Кино, музыка и так далее. Да, правильно, потому что социальные сети теряют деньги, правильно, да? Да, если еще год назад... Не сложно было, в общем, найти там с помощью поисковых машин какие-то фильмы и начать их качать. То сейчас, в общем, это становится все сложнее и сложнее. И, казалось бы, неразрешимая проблема, как бороться с пиратством, разрешилась. Я уверен, что ровно так же с помощью общественников можно решать эти проблемы. Да, вы знаете, ну, есть уже в истории примеры, безусловно. Вот, например, Хосни Мубарак во время волнения в Египте, он просто взял и отключил, например, Твиттер. Это не контроль, просто отключение. Мы понимаем, ему это совершенно не помогло. Ну и что, это его спасло? Нет? Юлия, в интернете ни в коем случае нельзя осуществлять политический контроль. Все должно быть в соответствии с Конституцией, и борьба должна быть только с нарушением законодательства и сферы предупреждения преступлений. Все остальные сферы трогать нельзя. Это запрещено Конституцией Российской Федерации. Мне кажется, существующего законодательства вполне хватает для того, чтобы разбираться со всеми проблемами, в том числе в интернете. Законодательства хватает, специалистов не хватает, технологий не хватает. Да, спасибо большое. Я благодарю своих собеседников. Мы говорили о контроле в социальных сетях. Ну и, наверное, действительно, не стоит забывать, что социальные сети – это лишь зеркало общественных настроений. Лично мне будет крайне неприятно, если контроль все-таки каким-то образом ведут. Субтитры создавал DimaTorzok